всем привет вы на канале амигуруми life это канал о вязании меня зовут катя и сегодня у нас с вами новое видео я пока еще не знаю как будут выходить эти видео либо каждый день по маленькому видео либо большое видео за неделю и у нас с вами неделя стартов ужасно давно я не делала такой формат почему я все-таки решила потому что сегодня во-первых понедельник во вторых я смотрела женю с канала you happy toys и она сделала летний старт и 2024 я тут подумала у меня этот формат не был уже на канале несколько лет думаю почему я его не делаю ведь я обожаю старты смотреть других блогеров особенно вязальные и вышивальные старты просто это один из самых моих любимых форматов поэтому решила присоединиться к жени тем более она разрешила и устроить тоже себе такой недельный марафон вязальных стартов поэтому сегодня у нас понедельник 24 июня и мы с вами начинаем новые игрушки я наверное буду выбирать какие-то определенные виды игрушек и вот в течение дня вязать их потому что у меня нет достаточно большого какого-то процесса поэтому я скорее всего выберу из своего списка который у меня есть для того чтобы подготовиться к ярмарке это много-много игрушек и я на один день буду выбирать одно или два наименования и вязать именно эти игрушки вот а движу я их и нет не знаю ну по крайней мере буду выбирать где-то ну от двух до пяти штук вот так сделаем смотря сколько я успею связать поэтому буду скорее всего вязать из плюша каких-то небольших потому что на ярмарку ним все необходимы и так давайте я вам покажу свой список что нужно мне связать и будем что-нибудь оттуда выбирать твой спойлер для бустиков и для новых зрителей если вдруг не знали что у меня есть канал на бусте там совершенно другие видео другие форматы и вот сейчас я запускаю новый формат именно на той площадке который будет называться визуальный сериал то есть там будет рассказываться вся моя жизнь течение недели что я делаю помимо того что вижу игрушки потому что я занимаюсь еще много работой касаемо вязания но которую вы за экранами моих видео не видите я думаю что это формат достаточно интересный потому что я вам показываю как проходит мой день то есть что я успеваю рассказываю о своей работе почему я там могу вязать как вообще это происходит что беру с собой какие у меня планы в общем параллельно будет вот такое видео то там будет такое масштабное видео и я вам уже покажу как я эти игрушки вижу в какой обстановке что я в этот момент делаю в общем там будет более полная информация все ссылки внизу в описании переходите подписывайтесь на все наши другие площадки на канале дзен совершенно другие видео которые снимает моя мама там очень много игрушек периодически этом тоже конечно появлялись и ярмарки и обзоры тех игрушек которых вы здесь на площадке youtube не увидите поэтому переходите подписывайтесь ну и конечно же телеграм-канал там я вообще пущу все в реальном времени отвечаю болтаю с вами у нас есть кстати еще чат с девочками там у нас проходят мини-игры в общем жизнь у нас веселая интересная насыщенная присоединяйтесь к нам если вы еще новичок или вдруг с этой старичок но почему-то к нам не пришли в нашу веселую компанию то переходите я вас там всех жду все полезные ссылки внизу в описании вот мой список который мне необходимо сделать вот здесь все что нужно мне для ярмарки и я вот здесь не отметила кое-что я еще уже вязала сейчас возьму ручку вот этих пчелок бессовестных я тоже отмечу почему бессовестных я вам рассказывал воскресном завтраке там одна пчела была крайне невоспитанной и в общем устраивала какие-то невероятные кульбиты вот но можете перейти посмотреть воскресном завтраке там достаточно смешно получилось все так у меня в общем пузырик и пчела только сделано все остальное вот из этого списка ничего не сделано на сегодня я скорее всего возьму что-нибудь такое что можно было бы вязать из одного два матка ну не допустим там черепашку которую нужно с собой на работу тащить там несколько видов цвета пряжи давайте остановимся на зайки в шапке потому что зайцы у нас в любом случае с вами продаются вот эти зайки в шапочках лягушки они вообще шикарны поэтому мне нужно для ярмарки их две штуки у меня два в наличии вот еще двух поэтому давайте начнем именно с него вязать сегодня зайца я буду из ямалая вельвет вот так он выглядит он такой знаете немножечко переливчивый вот на камере особо не видно просто розовый розовый а вот если посмотреть на свет то он в изделиях так немножечко отливает каким-то блеском в общем нравится мне эта ниточка она не очень кстати толстая я не люблю особо толстые плюш потому что все игрушки они получаются достаточно грубые а вот из ямалая вельвет мне очень нравится как смотрится изделие поэтому беру его ну и на шапочку уже возьму волан зеленого цвета и пришла я с работы вот посмотрите что у меня получилось меня вот такой зайка в шапке лягушки с ушки у него стоячие у меня еще не вышит нос потому что я на работу забыла розовую джинс розовую пряжу поэтому сейчас ему сделаю еще носик и зайка в принципе будет готов это вот один и еще хочу одного сделать зай зайку с ушками с такими с длинными свисячими то есть у меня вот идут как мальчики а с висячими ушками как девочки вот поэтому сегодня у меня по планам еще одного зайку сделайте тогда первый день стартов пройдет успешно и даже можно сказать закрыто потому что именно двух зайчиков я на сегодня и планировала но пока что один я сейчас пойду снимать другие видео на книжный канал если вы вдруг не знали то у меня есть второй канал если вы интересуетесь книгами то переходите ссылки внизу в описании есть тоже подписывайтесь поэтому я пока этого зайку отложу пойду заниматься другими делами а потом уже вернусь к вязанию на свой список у меня тут несколько галочек еще прибавилось но зайцев шапки я не отмечаю потому что я сделала только один и вот он кстати я покажу носиком и сделала поэтому зайчик пока один а в планах было два поэтому отмечать еще не буду если успею в другие дни стартов доделать еще одного тогда обязательно в итогах уже видео покажу вам так что у нас сегодня по планам взять что-нибудь из списка с собой на работу давайте наверное возьмем вот где у меня палец и остановился кот квадрат это такие маленькие котики с мастер-класс канала все вязанное мне приглянулись вяжутся быстро там ничего не пришивается и кстати на ярмарках их разбирают достаточно хорошо поэтому сейчас возьму несколько видов пряжи по цвету и едем с вами на работу потому что время уже поджимает такую цветовую гамму решила взять сегодня с собой на работу тут и для зайчик и для котиков котики будут разных таких голубых сероватых оттенков ну рыжий правда еще будет вот а еще не хватает здесь белого цвета поэтому тоже сейчас добавлю и тогда уже все собираем сумочку и едем вязать котиков девочки всем доброе утро сейчас у меня пол седьмого утра я уже проснулась вчера был очень тяжелый день наполнены интересными нервными событиями мои приключения с клинингом я вам расскажу уже в следующем воскресном завтраке а что мне произошло как вообще прошло это мероприятие что случилось поэтому приключений там было достаточно много и к сожалению из-за этих приключений у меня не очень много получилось связать то есть дома я вообще не вязала я вязала только вот то что успела на работе это вот такой котейка они еще не оформлены и без носиков мордочки утяжек вот это совсем маленький из пряжи из фикс прайса а это все ямалая вельвет вот этот фиолетовый и голубой а это по моему лавита вот такие малыши у меня получились они конечно же не как я сказала их еще требуют доработки так зайка моя уже готовая они требуют доработки поэтому сегодня у нас новый день среда новые старты это я пока откладываю покажу уже вам в результатах недели стартов что у меня там получилось но по идее я должна связать их было пять штук у меня четыре штуки и плюс еще нужно доделать мордочки и утяжки сделать вот поэтому пока что откладываем все это в корзиночку и будем сегодня выбирать новую пряжу новых стартов пока что не ставлю галочки пока что не ставлю галочки в своем списке потому что коты еще не доделаны так ну что же нам взять по идее по идее можно взять черепаху но черепаху как я говорила нужно вязать дома там слишком много цветов с собой относить конечно это вообще не вариант а мопсов мама всегда вяжет она не разрешает в них делать она говорит что это моя игрушка поэтому нет смысла вот можно кстати чайку попробовать и код 4 лапы сделать вот можно еще крокодила одного сделать в принципе этому что больше пока не надо просто для ассортимента кстати да вот давайте наверное возьмем пряжу с собой на работе возьму сделаю крокодила и скорее всего чайку я не помню какие у меня там цвета необходимы белый по моему серый или коричневый кстати можно сделать одну серую одну коричневую крылышки тоже будет красиво смотреться в общем сейчас выберу что-нибудь покажу вам цветовую гамму из чего мы будем вязать и потихонечку буду собираться на работу как вначале Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, всем доброе утро! Сегодня у нас с вами новый день, четверг, поэтому у нас будут новые старты. Вчерашний день у меня прошел достаточно хорошо. Я выполнила то, что я хотела. И давайте я вам покажу сейчас результаты. Итак, во-первых, я хотела связать крокодила. Это не такая популярная игрушка, которая продается прям огромнейшими количествами, но для ассортимента он нужен. Потому что в прошлый раз на ярмарке меня спросили крокодила, а у меня его в наличии не было. Итак, я связала одного. Посмотрите, вот такой вот крокодилка. Очень мне нравится эта игрушка. Она вяжется легко, быстро, просто, ничего не пришивается. Все вывязывается одной деталью. Поэтому получается буквально за полчаса, даже минут, ну, если с оформлением взять, минут сорок. Игрушка будет готова, то есть сзади них можно связать очень много. Но мне достаточно пока одного экземпляра, а там посмотрим, если продастся, еще, конечно же, свяжу. Этот крокодил связан по нашему мастер-классу. Он есть на Boosty в бесплатном доступе. Поэтому подписчикам, тем, кто подписан на ежемесячную подписку, там буквально 100 рублей, этот мастер-класс идет в подарок. Поэтому вот такой крокодилка у меня получился. Он достаточно такой убитанный. Наверное, недавно покушал. То есть прям такой, видите, мощный. Вот. В общем, первый мой план выполнен. И по второму плану я хотела связать чайку. Чайку хотела связать две штуки, но решила, что буду вязать одну. Почему? Потому что, сейчас я вам покажу, она тоже у меня готова. Вот так она выглядит. Это, кстати, тоже наш платный мастер-класс. Если хотите приобрести, то пишите в контакт. Он там есть. Можете тоже связать такую классную чайку. Почему начала вязать только одну и не стала вторую? Потому что вот этот белый цвет, я не знаю, на камере видно вам или нет. Это Ямалай велюр. И мне не нравится, как он смотрится в изделии. Вот если вот этот пряжа мне нравится, и вся цветная пряжа Ямалай велюр очень хорошо смотрится в игрушках, то вот белый цвет меня категорически не устраивает. У меня такое ощущение, что вот он какой-то в вязании смотрится как бывшее в употреблении. Что-то в нем такое есть, то ли похоже немножко на софте, то ли похоже как будто он застиранный что ли какой-то. Ну, в общем, вот я связала одну и поняла, что больше вот из этой пряжи я не хочу вязать. Во-первых, она очень тоненькая. Во-вторых, как я сказала, в изделии смотрится лично для меня некрасиво. Поэтому я ей оставлю. Мне там осталось, по-моему, полтора матка этого белого. Я оставлю вот на оформление каких-нибудь глазок вот таких небольших, каких-то белых вставочек. А вот чтобы вязать полностью из него игрушки, я решила, что больше не буду, так как экспериментировать. Поэтому чайка у меня всего одна. А другого белого цвета у меня, к сожалению, нет, потому что он закончился. У меня еще был воланс, но он достаточно такой плотный. Из него тоже мне не нравится вязать. Хотели заказать ловиту белую, но, к сожалению, в наличии ее не было. Поэтому пока что вот приторможу и буду, в общем, вязать в следующий раз. Для ассортимента одной чайки вполне недостаточно на данный момент. Так, так что вчерашний день у меня прошел без каких-либо долгов. Я его полностью закрыла, сделала все, что хотела. И сегодня у нас четвертый день, поэтому нам необходимо подобрать с вами цветовую гамму, которая мне будет нужна для того, чтобы создать новые игрушки и начать новый старт. Я, наверное, вот читая свой список, сейчас я вам его покажу. У меня тут уже много, кстати, галочек стоит. Мне мама вчера приходила, мы там проставили все то, что мне необходимо сделать. И я, наверное, буду вот зайк мини вязать в платьях. Потому что зайки нужны, а у меня их там один или две в наличии, может быть, даже одна. Но если точно не могу сказать, по-моему, одна. Поэтому зайцы мне 100% нужны. Тут еще, конечно, есть какие-то игрушки, которые либо большие, вот как дракон, да. Я его, естественно, сейчас не буду вязать, потому что осталось два дня до ярмарок. А я не успею просто, с ним очень много работы. Поэтому буду что-то сейчас из плюшевых, из таких малышей каких-то или средних игрушек что-то вязать. Поэтому сегодня мы берем с вами на старт зайку мини в платье. Давайте подготовим к ней пряжу. У меня на данный момент в наличии есть белый зайка в розовом платье. И, наверное, скорее всего, буду вязать розовых зайцев, потому что они всегда уходят хорошо. Вот каких бы зайцев я ни вязала, розовые всегда входят в первую очередь. Поэтому я выбрала вот такие цветовые решения. У меня такой более приглушенный бордовый цвет, да, более такой розовый. И прям вот ярко бордовый. Тут осталось совсем немного, но на платьишко хватит. Если я успею связать вот этих двух зайцев, то подумаю, может быть, еще каким-нибудь цветом начну. Но, скорее всего, не успею, потому что у меня сегодня приезжают гости, сестра. И, соответственно, времени на вязание у меня, скорее всего, не будет. Поэтому давайте начнем с самого утра выполнять мои старты. Итак, до нового включения. Достаю свой блокнот со схемами. У меня вот такой на спирали, потому что удобно вот так вот перекладывать. То есть лежит хорошо блокнотик, удобно вязать. Ничего не закрывается. И вот так он у меня оформлен. С различными фотографиями. То есть каждая игрушка, она по схеме, если вот сейчас я вам найду еще, где, видите, то есть можно сразу понять, что за игрушку я вяжу. Поэтому с одной стороны у меня побольше игрушки, с другой стороны у меня игрушки вот так вот поменьше. Поэтому такая красота у меня есть. И как оформлять сам блокнот, как писать схемы, чтобы у вас схема умещалась буквально на одном листочке, я вам рассказывала в видео, которое есть на канале. Поэтому можете перейти, посмотреть ссылочку, постараюсь не забыть вам внизу оставить. Посмотреть, как удобно и легко писать схемы, которые не расползаются на несколько листов. Так что открываю, ищу схему и начинаю свое вязание. Моя рабочая обстановка выглядит. Вот тут лапки, ручки, ножки, клубочки, свечка вкусная с горячим хлебом. В общем, все у нас тут вот так разбросано. Мы с Нубой вяжем зайца. Девочки, всем доброе утро. Продолжаю новое включение этого марафона. Немножко другая у нас с вами локация, потому что я сейчас нахожусь за другим своим рабочим столом. Сейчас утро. У нас с вами полшестого утра. И я отправляюсь на ярмарку. Поэтому перед тем хочу показать эти игрушки, которые уже заберу. И, скорее всего, в итоговых стартах я вам их не смогу показать. Так, в первый день у меня был зайка в шапке лягушки. Хотела я по плану связать два, но пока получился вот один. Поэтому больше, к сожалению, не получилось. Но у меня есть еще пятый день, который я буду начинать со стартами. И будет один день на доделку. Поэтому, может быть, я успею там еще одного связать. Но это я вам покажу в следующем кусочке. Второй день у нас с вами были коты-квадраты. И, по идее, я сделала пять штук. Поэтому второй день у меня прошел практически без долгов. То есть я планировала, если маленькая игрушка, то пять штук связать. Если чуть побольше, то две, три, одну. Ну, смотря сколько мне необходимо для ярмарки. Итак, для второго дня начала стартов у меня получилось пять котов. То есть здесь я все выполнила. Вот такие малыши. Разноцветные. Вязала из разной пряжи. Здесь и волонс, и ямалая вельвет. И вот эта пряжа из фикс-пайта. В общем, вот такие котики. Тоже сейчас отправятся со мной на ярмарку. Боюсь, что просто их все раскупят. Поэтому я вам уже ничего не смогу показать. У нас поэтому такое экспресс-включение. В третий день я вязала крокодила. Он у меня готов. Я вам его показывала. Вот такой вот красавец. И вязала чайку. Одну. Она у меня тоже готова. Третий день у меня тоже, получается, прошел без каких-либо долгов. То есть он у меня закрыт. Единственный пока у меня долг, это первый день. Зайка в шапке лягушки. Но, как я сказала, так как у меня есть, по идее, день на доделку, может быть, я все-таки этот марафон пройду без долгов. Что мы с вами вязали в четвертый день? Это зайцы в платье. Я вам показывала цветовую гамму, которую хотела взять для вязания. Что у меня получилось? Получилась у меня вот такая милота. Одна зайка. Это зайки в бодиках таких, в мини-платьюшках. У меня есть побольше зайца. Зайцы в платьях. Это по моему платному мастер-классу. А это мастер-класс другого автора. По-моему, Екатерины Карамановой. Но я сейчас могу ошибаться. Да, ошибаюсь. По-моему, это Екатерина Камнева. Вот. Немножечко неправильно вам сказала. Так. Зайка один у меня получился. И второго зайца я вязала из... Тоже ловитый, но сделала ему ушки вот из толстой пряжи. Лепоки, по-моему, она называется. Фирма. Я вам показывала уже. Тестировала ее. И вот такие вот ушки у меня получились. Разноцветные. Очень мне нравится эта пряжа. Она прекрасно подходит под люльки. А вот такие нежные меланжевые цвета. Секционные. Прекрасно подходят под ушки моему зайке. И вязать их очень легко. Буквально трачу 5 минут, чтобы связать одно ухо. В основном я уши зайки делаю ажурные. И минимальный расход пряжи. Но по времени это все-таки занимает какое-то там вязание. Вчера я вот вязала этого зайку. У меня вообще категорически не было времени. Я решила, что я вот такие быстренько сделаю ушки. И зайка у меня будет готов. Вот. Такая милота. Вот на данный момент это все игрушки, которые у меня участвуют в стартах. Что по долгам за четвертый день. То есть у меня должен был быть еще один зайц. То есть я хотела их связать три. Получилось всего два. Поэтому вот первый и четвертый день пока что в долгах. Ну а пятый день я еще не начинала. Я немножко сдвину марафон. Потому что вчерашний день у меня выпал. Я писала в телеграме почему. Не смогла начать старты. И сегодняшний день у меня ярмарка. Тоже весь день. И получается, что соответственно начать старты я тоже не могу. И пятый день мы отложим тогда на воскресенье. Хотя в воскресенье у меня тоже ярмарка. Значит на понедельник. То есть пятый день марафона будет понедельник. Немножко вот так сроки сдвинутся. И вторник будет на доделке. А в среду уже выйдет это видео. Так. Вот такие малыши. В платьюшках. Здесь у меня не... Вот это связано из ловиты. А здесь по-моему волон с платья. А сама зайка тоже из ловиты. Вот. Все. Сейчас это все складываю в корзину. У меня кстати в корзине тут вот еще много всего. Пчелы. Коты-пузырики. Такие птички по мастер-классу Надежды Лебедевой. Вот. Я сейчас все это собираю и отправляюсь на ярмарку. Ну что ж, девочки. Новое подключение. У меня новый день. И пора нам начать новый старт. Что же я выбрала в этот раз? Будет игрушка у меня из полухлопка. Цветовая гамма у меня будет достаточно мрачная и темная. Потому что игрушка, она тоже достаточно мрачная. И это заказ. То есть мне его необходимо сделать в ближайшее время. До 7 июля. И соответственно уже пора бы за него и взяться. Поэтому я буду вязать из джинса. Это наверное основной цвет. 54. Тоже основной цвет будет черный и телесный. Как вы можете понять, исходя из того, что будет телесный цвет, это будет кукла. Кукла Северуса снега из Гарри Поттера. Я нашла испанский мастер-класс. Правда, там есть, конечно, субтитры английские, но нету схемы. То есть там в самом мастер-классе не прописано. Надо сидеть, слушать, сколько там по времени. Полчаса, по-моему, он идет. И записывать схему. То есть там вот не прописана сама схема. Поэтому потратила, конечно, время. Записала все. И теперь можно уже приступать к вязанию. Так что мой новый старт это Северус снег. Поехали. Ну что ж, девочки, подключаюсь к вам с новым результатом. Что я успела связать за вчерашний день. Сегодня утро. И смотрите, что у меня получилось. Вот такая вот заготовка. Пока что без рук, без плаща, без волос, без палочки волшебной, без шарфа. То есть здесь работы еще достаточно много. Но потому что все-таки это игрушка из полухлопка. Вяжется она достаточно долго, кропотливо. И, соответственно, поэтому я вчера вот успела только вот это сделать. Потому что, ну, во-первых, еще сидела переписывала мастер-класс, как я вам сказала. И результат моей работы вот такой. Вязала полукрестиками. Нравится мне в этой игрушке вязка. То есть она такая плотная, немножечко шершавая. Как и всегда вязка, которая делается полукрестами. Если вязать галочками, то она более ровная. Но вот дырки я не очень люблю в полухлопке. Если я вяжу из плюша, то тогда да, галочками. А вот если из полухлопка, то полукрестиками. А как сделать полукрестик с галочкой или крестик, у меня есть на канале видео. Я там объясняю вам. Школа вязания называется. Можете перейти и посмотреть. Так что вот такой вот. Но стоять, наверное, не будет. Такая заготовка у меня получилась. Работы с ней еще много. И сегодня у меня день на закрытие долгов. Что у меня по долгам? Мне нужно связать одного зайца в шапке. Доделать вот эту игрушку. И что-то еще я там хотела связать. Если честно, я забыла. Надо посмотреть, какой у меня еще. Четвертый день был. Или третий. Что я там еще не успела довязать. Потому что у меня была ярмарка. Я вот все эти игрушки, то, что связала, сразу в сумку бросила. И сейчас мне тяжело вспомнить. Но обязательно сейчас загляну в прошлые кусочки видео. Посмотрю. И тогда уже вернусь к вам в следующем дне. С теми результатами, которые успею сделать за сегодня. Закончился мой марафон стартов. Сегодня я вам покажу то, что я успела доделать за последний день. То есть день такой наработок. То, что у меня получилось доделать. И на этом видео я, наверное, и закончу. Итак, я вчера старалась доделать заказ. Вот эту хлопковую игрушку северуса снега, которые, собственно, мне необходимо отдать в ближайшее время. Что у меня получилось? Он почти готов. Мне осталось сделать только небольшой шарфик. Но вчера уже было поздно, поэтому не стала сейчас доделывать. Так, посмотрите. Вот такой северус снег у меня получился. Конечно же, намучилась я вот тут с волосами. Почему намучилась? Потому что я сначала их приклеивала. Потому что пришить это было просто нереально. Это все было в разные стороны. Поэтому долго пришивала, долго мучилась. Сначала приклеила, а потом поняла, что кончики все равно плохо держатся. Что их нужно закреплять. Потому что при любом использовании этой игрушки все это оторвется. Поэтому решила потом еще ей сверху ниточкой прошить. Плащ у него снимается. Я сейчас не буду его снимать. Маленькие вот здесь завязочки сделала. Наверное, нужно было бы побольше. Но теперь уже как есть, уже переделывать не буду. И сделала ему вот такую палочку. Палочку деревянная. Волшебная палочка, она деревянная. Так что вот такой малыш получился. Осталось мне только сделать ему шарф. Слизерин. И игрушка будет готова. Можно будет отдавать. Но могу сказать, что все-таки вот после того, как мы привыкли делать с вами плюшевые игрушки, вот такое произведение, такая работа, она очень кропотливая. То есть я с ней сидела несколько дней. Два, наверное, или три дня. И, если честно, даже подустала немножко. Потому что вот этот плащ очень долго вязать. Хотя он так не очень большой. Все это аккуратненько пришить. Парик. То есть все равно мы больше привыкли, конечно, уже к плюшевым. Побыстрее. Повыгоднее, потому что их вязать быстрее. И стоимость игрушек быстрее получается. Но, тем не менее, иногда вот хочется вот так позаниматься. Он такой получился суровый прям. Ну, он и на самом деле такой достаточно колоритный персонаж. В книге и сериале. В книге и фильмах. Один из моих любимых персонажей во вселенной Гарри Поттер. Я его просто обожаю. Вот в этот раз получилось мне его сделать. Так что вот такой вот Североснег у меня получился. Скоро отдам его заказчику. Ну, не знаю, в готовых работах буду я вам его показывать или нет. Успею ли я что-либо еще показать вам. Потому что у меня вот там корзинка стоит с котами. Плюс еще опять мне нужно заказ делать. Там пчел очень много. Поэтому игрушки все однообразные. Я даже не знаю, стоит ли снимать их в следующем видео или нет. Напишите в комментариях, как вы считаете. Показывать ли вам те же игрушки, которые буквально там 2-3 видео назад у меня были. Нужно ли это снимать или нет. Поэтому жду ваше мнение в комментариях. Но сейчас буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравились эти старты. В принципе, я все успела. Осталось довязать только шарф. И все игрушки у меня готовы. Долгов у меня нет. Нужно было бы, конечно, еще связать одного зайчика в шапке. Но ничего страшного. В принципе, недовязов никаких не осталось. Я закончила все игрушки. Но если там по количеству чего-то не успела, ничего страшного. Ну, а на этом я буду прощаться. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал, если вы вдруг этого еще не сделали. Подписывайтесь на все наши другие соц. сети. Все внизу в описании, когда нажмете кнопочку еще. Конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые классные видео. Все. Я с вами прощаюсь. И не забудьте, вы можете вязать. Главное верить в себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok